Здравствуйте, уважаемые зрители! Мы начинаем новую серию авторской программы «Быть врачом. Привилегия. Помогать и спасать». И я ее ведущая Анастасия Данилочкина. Сегодня гость нашей студии, врач Анна Михайловна Осипова, детский хирург, детский хирург-андролог, специалист ультразвуковой диагностики в инновационном центре Сколково, филиала израильского центра ХАДАСА в Москве. Анна Михайловна, здравствуйте. Здравствуйте. У меня к вам сразу первый вопрос. Вы детский хирург, хирург-андролог, но вы и сами были ребенком. Вот как получилось, что вы сначала пришли в медицину, потом в хирургии, потому что урология – это ветвь хирургии, и потом стали детским хирургом с самого начала. С самого начала. Сейчас, когда вспоминаешь детство, можно связать некоторые моменты, которые могли повлиять на развитие, на выбор профессии. И, наверное, первый момент, который реально был, возможно, даже детской травмой, это такой простой диагноз, как острый аппендицит у младшего брата. Так, это была как бы отправной точкой. Да, отправной точкой. Около недели он лежал дома с высокой температурой, и педиатры, приходя домой из поликлиники по месту жительства, осматривая его, не уделяли, возможно, должного внимания на брюшную полость. А сейчас, как бы уже будучи врачом, я могу предположить, что там могла быть патология не только острая брюшной полости, но еще и мочеводелительной системы. При этом лечился ребенок дома просто как вирусный ОРВИ с высокой температурой лихорядящий ребенок. И, слава богу, в нашей семье есть доктор, который не является хирургом, педиатр по образованию, мой дядя Сергей Георгиевич Осипов, который на самом деле жизнь в дальнейшем не связал с педиатрией, был иммунологом, он и есть иммунолог, профессор, но уже на пенсии. И он, придя вечером в гости, осмотрев брата, ночью же мы схватили, ну, как бы семья, родители, дядя схватили ребенка и поехали в приемное отделение Морозовской больницы. Там брата уложили и прооперировали, при том был уже не просто аппендицит, аппендицит с перитонитом и не местным, а генерализованным. То есть это аппендицит, это перитонит, который располагается не только там, где аппендикс, а генерализованный, когда он распространяется на всю брюшную полость. Так там малыш пролежал, а ему было всего три годика, малыш пролежал минимум неделю без родителей, тогда с родителями не клали уже трехлетних детей, и потом он, ну, слава богу, выписался. Чудо, да? Вот первое чудо, которое получилось, потому что, наверное, какой-то шаг и все. Да, да, еще пару дней дома. Вы, наверное, уже понимали, что все-таки вы будете врачом, дядя, да, все-таки какие-то разговоры, наверное, на медицинскую тему, уважение к этой профессии, или еще совсем нет? Вот только вот этот случай, который поменял, разделил жизнь на до и после. Нет, как раз-таки этот случай на тот момент не делил жизнь на до и после, и даже наличие в семье врача, дядя мой, вообще влиял на жизнь нас, потому что он был, ну, как бы есть семьи разные. В нашей семье дядя был очень близок со своими племянниками, с сестрой родной, с нашей семьей. И это настоящий пример того, какой должен быть не просто человек благородный, но и доктор. И даже когда я с ним уже, будучи в средней школе, обсуждала, он всегда был другом, советчиком, всегда высушивал, помогал. Когда я с ним обсуждала варианты поступления на факультет изучения стран Азии и Африки, востоковедения, он просто высушивал, рассказывал мне плюсы и минусы этой профессии. И только в старших классах, когда уже серьезно надо было задумываться о том, куда поступать, конечно, только медицина и однозначно педиатрический факультет. Потому что никаких сомнений в том, выбирать лечебный факультет или педиатрический, работать с детьми или со взрослыми. Таких вопросов не стояло, это однозначно был педиатрический факультет, работа с детьми. Если брать Москву на тот момент, то педиатрический факультет был у нас один, во втором медиа, это первый факультет педиатрический не только в нашей стране, но и во всем мире. Он был организован в 30-х годах, и, соответственно, кафедры педиатрической и детской хирургии также в нем были постепенно основаны. Логично получилось. Одно из другого как-то выходило, и вот каждый шаг, он где-то был оправдан даже. И вы, наверное, никогда не сомневались, что идете куда-то не так, сомневаетесь. Никогда. Прям идете всегда очень четко. Никогда. Уверенность врача – это залог здоровья пациента, уверенность должна быть. Это сейчас, да, опять же, когда вспоминаешь, рассуждаешь, понятно, что все пошло логически так, как должно было быть. Ну и в университете, когда мы учились, когда было нелегко, никаких сомнений о том, что вот уйти бы в другой университет, поступить бы или поступила бы в другой университет на другую специальность. Таких мыслей тоже никогда не было, как бы тяжело в университете, в период обучения не было. Это 2012 год, да, вот там началась у вас уже ближе педиатрия, перешла. Да, 2010 год, 2010, и потом уже хирургия наступает в 2012, да, если вот так по вехам пройтись? В 2010 я закончила второй мед. При этом я в университете много дежурила. Уже была практика. Но там же еще не детки, да? Нет, совершенно не детки. Вы знаете, я нисколечко не жалею о том, что продежурила пять лет университета во взрослых клиниках, потому что это та база знаний, та база хирургических навыков, которая была получена именно во взрослых клиниках. Это основа того, что я сейчас умею делать. Кафедра Игоря Ивановича Академика Затевахина в 57-й больнице с прекраснейшим коллективом преподавательским. И самое интересное, что нас обучали, когда мы дежурили, нас, конечно же, обучали не только наши преподаватели, но и обычные доктора, которые не являются кафедральными сотрудниками. Они все делились своим опытом с нами. И я с огромной благодарностью вспоминаю чуть ли не каждое дежурство, бессонные ночи, операционную, ассистенции, отдельные этапы выполнения несложных операций. И именно там нас научили собирать анамнез, общаться с пациентами, логически думать и назначать лечение, диагностику и лечение. Все это оттуда. Как хорошо, что вы с таким теплом вспоминаете своих учителей, ту атмосферу, которая вас сформировала. И помните вот этого спасенного своего братика, который вот дальше эту миссию, да, будешь такой быть врачом, да, привилегия, привилегия помогать и спасать. Вот этот спасенный братик, да, как вот вы этого маленького тельца смогли увидеть, как оно чудом спаслось и понесли этот дар врачевания дальше. Правильно? Да. Дальше идет хирургия и детская, то есть вы сразу раз и прям на свою дорожку. На пятом курсе, когда уже опять же университет подходил к концу, остался пятый-шестой курс, я вспомнила о том, что все-таки я учусь на педиатрическом факультете, что хочу заниматься именно детством, работать с детишками. И я начала ходить на кафедру детской хирургии нашего второго меда, а база ее располагалась в детской городской клинической больнице именно в Филатова. Это первая больница детская в Москве, которая была основана в 1842 году. Эта кафедра также не была, конечно, первой в России кафедрой детской хирургии, но на сегодняшний день это ведущая кафедра детской хирургии в стране с самым большим количеством сотрудников профессорско-преподавательского состава. И на этой кафедре работали в разные времена выдающиеся ученые, основоположники детской хирургии в нашей стране вообще. И как раз мне удалось на шестом курсе застать руководителя кружка по детской хирургии, это Вахтанг Панкратиевич Немсадзе. Он был 38 лет главным детским хирургом Москвы, может быть, старшее поколение, или помнят, как он выступал по телевидению, с советами для родителей по тем или иным проблемам, травматологии детского возраста, то, что он в основном был детским травматологом-ортопедом. Также удалось застать на кружке основоположника детской анестезиологии и реаниматологии профессора Михельсона. То есть это такие корифеи, и опять же они были не просто докторами, были примером для молодежи, для студентов. То есть это те люди, которым хотелось подражать, и это такой вот идеал отношения, в том числе врача, ребенок, пациент, врач, родители, и врач, ну и межколлегиальные общения. Вот это все было примером для нас. Анна Михайловна, скажите, пожалуйста, вот вы неоднократно говорили о педиатрии, потом раз, и как то, что вы стали детским врачом. Быть взрослым врачом и детским врачом очень большая разница, да? Вот что здесь за особенность, что за подход должен быть у детского врача, у детского хирурга? Вы знаете, наверное, это такая обыденность на сегодняшний день для детского врача, что мы как бы об этом не задумываемся. Какой-то особенный подход. Или, мне кажется, это было заложено в нас, нашими преподавателями в университете. Это как-то объяснялось? Нет, не объяснялось. То есть мы смотрим на своих учителей и делаем так же. Опять же, нас учили не только профессии, в нас развивали то, что, видимо, было заложено. Я считаю, что это единая цепь. Ты выбираешь педиатрическую специальность, потому что ты хочешь общаться с детьми. Почему ты хочешь общаться с детьми? Потому что ты любишь детей, ты любишь вот эту непосредственность, доброту. И вот эти все качества идут с человеком, начиная с его выбора, с детства его, и потом выбором стать педиатром. А потом и наши учителя в университете развивают в нас эти качества. То есть любить детей, любить ребенка. Любовь – это самое главное, самый залог всего. Любовь. И, конечно же, я так думаю, я так считаю, что именно результаты лечения детишек мы видим более благополучные результаты лечения детей, чем у взрослых. У взрослых много хронических заболеваний. И иногда хирургическое лечение у взрослых является просто этапом лечения системного заболевания, которое просто хирургии разом не вылечить. И там не будет таких результатов, каких мы видим в детской хирургии. В детской хирургии большая часть патологии у нас врожденная. И излечив ребеночка, мы возвращаем ему здоровье на 100%. И у него нет сопутствующей, в большинстве своем, такой сложной сопутствующей хронической патологии. Это врожденность каких-то болезней, которые вы лечите, либо занимаетесь их профилактикой. Большинство. Как бы в начале, если там что-то обнаруживать. Но ведь ребеночек, у него ведь особая психика, особая эмоциональная чувствительность. Вероятно, какая-то еще открытость к этой жизни. Непосредственность. Непосредственность, открытость. И боясь, страх. Это же нужно еще и как-то быть каким-то материнством даже все это. Делать какую-то оболочку, охватывать, да, и чтобы малыш не чувствовал, что ему сделают больно, причинает какой-то вред. К сожалению, иногда нам приходится делать больно. Больно. Но малыши, они очень все хорошо чувствуют, и они все очень хорошо понимают, что это необходимо сделать по-другому никак. Ребенок, как ни странно, никогда не обидится на своего доктора. Ну и сразу после процедуры будет весело по-прежнему и будет идти на контакт с доктором. Хорошо. Давайте тогда отличемся от детской хирургии, то, что детский уролог, андролог. Вот вообще о урологии, да? То есть это ведь широчайшая область, в которой входит и мочевая система, да, половая система, да, заболевания полости, забрюшинной полости и так далее, да? То есть это охват достаточно большой. И вы всем этим занимаетесь? Да, ну вот я как раз таки считаю, что детская урология, андрология – это более узкая специальность. Ну так и есть, это узкая специальность под специальность от всей детской хирургии, потому что сама детская хирургия охватывает все. А детская урология, андрология – это только ее часть. И позволю сразу спросить. То есть урология, андрология, от латинского слова «андрология», да, специалист которой, андролог, это мужчина. То есть вы занимаетесь мальчиками? Не только. Не только? Не только, да. Но в основном. Да, все-таки урология и андрология тоже сама в себе заключают две совершенно разные специальности. Если мы будем говорить про, например, взрослых врачей, там есть отдельно урологи, которые занимаются мочеводелительной системой, именно мочеводелительной. И есть андрологи, которые занимаются репродуктивным здоровьем мужчин. Так вот, как детский уролог-андролог, я сталкиваюсь, занимаюсь лечением и диагностикой, профилактикой заболеваний как у мальчиков, так и у девочек. Но вот девочки, они обращаются к первой части специальности, к урологу. А мальчики могут прохереть как к урологу, так и к андрологу. И да, это совершенно... То есть урогинекология и андрология, это нельзя разделять. Я имею в виду в детском возрасте, когда ребеночек не достиг половой зрелости, то есть он посещает, может, уролога, может, андролога посещать. Это мальчики, да. А девочки будут посещать уролога и гинеколога детского. Ну да, потому что и половая, и мочевая системы, они анатомически связаны, поэтому мы не можем их разделить. И даже пишут не половая и мочевая, а мощеполовая система. Мощеполовая, да. Но все равно это разные вещи. Разные вещи, но природа их связала. Кстати, почему? Ответьте на этот вопрос. Как так получилось, что здесь они сплелись? Наверное, в первую очередь из-за анатомического расположения, близлежащего анатомического расположения. Наверное, что-то здесь тоже они друг друга подпитывают и поддерживают, играет друг другу какой-то поддержкой. Нет, 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 нет. Совсем? Опять же, совершенно разные специальности, которые объединены у нас в один сертификат. У нас есть такая специальность детской урологии-андрологии, которая появилась не так давно. Но все равно это разные специальности. И на сегодняшний день есть детские хирурги, работающие в городских клиниках, детские урологи-андрологи. Большая часть из них занимается именно урологией. Именно мочеводелительной системой и ее заболеваниями. Намного меньше детских андрологов, которые в клинике, то есть они оперируют, они оперируют детскую андрологию как детские хирурги. Вот как. Да. А чтобы наблюдать таких детей в дальнейшем, после выписки из стационаров, они обращаются к детским урологам-андрологам, которые больше являются андрологами. То есть все равно это, да, разные моменты. Разные, но как-то они настолько вот их природа связала, что как-то они, наверное, не зря вместе. И функции, которые, это же не только вот моча и спускание, да, в половой зрелости уже, да, если мы говорим о взрослом мужчине, да, это уже проблемы там семи извержения, да, то есть это выделительная система, которая затрагивает вот эти, мы не можем их обойти, эти области. И вот мой вопрос в связи с этим, поскольку вы и девочек, ну, в большинстве все-таки мальчики у вас, и тема эта несколько такая интимная, табулированная даже где-то. Вот как они относятся к осмотру, например, как вот вы к ним контакт имеете, чтобы вот все это, скажем так, раскрыть и поделиться этими проблемами? Все-таки эта зона особенная? Особенная, однозначно. Вот как вот к мальчикам здесь подход? Вы знаете, тоже не могу сейчас сказать как-то это, что происходит интуитивно на автомате, на приеме, но я сразу скажу, что мальчики старше 12-10 лет на приеме никогда, то есть у них прием проходит обычным способом, и они никогда особо, может быть, и стесняются, но не возмущаются, как пятилетние мальчики. Пятилетние мальчики больше возмущаются осмотром, чем мальчики-подростки, как ни странно. А какие-то вот истории, может быть, конкретные примеры, что-то, вот если пройтись, вот что-то вы помните, может быть, самый первый свой какой-то прием, первый ваш вылеченный детеныш, или с какой проблемой он к вам обратился? Да, есть такой случай, я, наверное, его не скоро забуду, а может быть, и не забуду совсем. Это ваши все дети? Да, да. Вот. Пришел мальчик с мамой, ну и с мамой, естественно, на прием для оперативного лечения. Им поставили диагноз рубцовый фимоз. Это очень распространенный диагноз, особенно у детей до 7-летнего возраста, ну, до 10-летнего возраста. И во время осмотра я выяснила, что помимо крайней плоти, и, опять же, локального, точечного изменения крайней плоти, что для рубцового фимоза не совсем характерно, есть еще изменения и кожи головки получлена. То есть это совсем не состыковывалось с диагнозом рубцовый фимоз. И тогда я пригласила на осмотр свою коллегу, детского дерматолога, и вместе, ну, я поняла, что это не просто урологический рубцовый фимоз, который требует просто оперативного лечения и обрезания, а это кожное заболевание, раз уж оно распространяется и на кожу головки полого члена. И врач-дерматолог подтвердила, что это не совсем урология, в чистом виде андрология, а это аутоиммунное дерматологическое заболевание, которое носит название склероатрофический лихин. И тогда мы совместно с дерматологом начали его наблюдать, лечить, и консервативным путем мы избавились от этой патологии. Ну, она, опять же, аутоиммунная, она может рецидивировать, но, наблюдая за этим ребенком длительное время, рецидива не последовала. И, соответственно, никакого оперативного лечения не понадобилось. То есть просто образовалось на этом месте, где, собственно, не ожидали увидеть это. Да, 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 да. Если бы, опять же... Проблема кожи легла на... Да, легла на нашу область интереса. Вот. Такие истории бывают, да? Да. Вот этим-то детская андрология и отличается от детской хирургии. Потому что здесь подход более консервативный. Если есть возможность понаблюдать и полечить консервативно, то мы в первую очередь будем делать это, а не сразу оперировать. Хорошо. А урология – это все-таки ветвь хирургии, да? Да. По определению. Да, да. То есть это ее ветвь. А то, что если это консервативное лечение, это нефрология, да? Здесь вот есть какое-то различие? Или это не нужно разделять? Нужно разделять, да, обязательно. Нефрология – это дисциплина самодостаточная, которая занимается заболеванием почек, клеток почек. А урология занимается заболеваниями мочеводелительной системы. Ну, можно сказать, грубо говоря, водопровода. Водопровода, да. Да. Прекрасное сравнение. То есть мы занимаемся тем, чтобы моча стекала нормально из верхних мочевых путей в нижние мочевые пути и, соответственно, затем эвакуировалась. Мочеиспускание. И если есть какие-то застои, скажем так, стопперы, или наоборот, если происходит заброс мочи из нижних отделов в верхние отделы, то это вопрос уролога. А если от этих заболеваний страдает клеточка почки, то тут присоединяется нефролог. Притом присоединяется практически всегда. Потому что это все равно такие науки, ой, такие специальности, которые по-любому будут вместе. Соединяются, вбегаются и пересекаются в каких-то тех или иных решениях и вопросах. Очень интересно. Вот вы затронули несколько органов, да, которые в урологию там входят. Вот мне бы хотелось поговорить о такой же мчужине, как о почке. Потому что это действительно уникальный такой парный фасолевидный орган, да, в который структурная функциональная единица – нефрон. Да. Очень красивое название. Их там, как во Вселенной звезд, миллионы. И выполняет такую важную функцию, да, то есть очистка, фильтрация нашей крови, этой важной жидкости нашего организма. В этой студии не раз мы говорили об этой жидкой ткани, о ее роли, о ее значении. И вот почки как раз ее очищают. Но не так все просто. Очень чувствительный и нежный орган почка, да. Вот о нефронии, вот о его строении. Расскажите, вот заглянуть в этот мир, который мы никогда не увидим. Для вас вот эта загадочность этих фильтраций происходит? Или вы просто видите это как процесс, как биологический процесс такой? Вот зашло, профильтровало и дальше идет. И следите за тем, чтобы это было правильно и без всяких патологий. Да, именно так. Почки, значит, дальше идем по органам, да, вот мочевой пузырь. Лоханка из почек первая, ну, чашечки и лоханочки первые. Какие красивые всех названия. Сосудики, куда попадает моча. Потом идет мочеточник, попадающий в мочевой пузырь, уретра, и все. Так просто и так сложно. И без отсутствия выделительной системы мы бы просто не смогли существовать. Несколько это важный момент. А вот уретра, вы произнесли это слово, эти мужская и женская имеют и анатомические особенности, да? У женщин все внутри. Разное строение. Да, у мужчин выведено это наружу. И отсюда, наверное, и проблемы, и заболевания разные. Вот об этом расскажите. Ну, если мы говорим про детство, врожденных патологий уретры тоже довольно много. Много? Много. Если мы говорим про детство, то и анатомию вообще, то уретра у девочек, известно это всем, широкая и короткая, а у мальчиков длинная, узкая и изогнутая. И если развивается какая-либо инфекция мочевой системы, соответственно, и снаружи, то девочки ею более подвержены. И поэтому чаще развиваются циститы. И взрослые женщины этим чаще страдают, и девочки в том числе. А при наличии анатомических особенностей, эта инфекция может распространяться и выше. И выше. Те же лоханки и почки. То есть важно, чтобы это все так вот бесперебойно работало, иначе этот сбой и как бы все нарушается дальше. И серьезные заболевания. Не только у выделительной системы, мочи половой системы, но и на весь организм дальше распространяется. То есть вот у почки не только функция фильтрации крови, это еще и баланс воды, поддержание в организме электролитов. Какие еще функции выполняют почки? Это еще и поддержка даже какого-то метаболизма витаминов. И артериального давления в том числе. Поддержка давления, да. Даже выработка гормона. То есть почки это очень сложно все. Очень сложный. И необходимый орган. А детские или взрослые как-то здесь вот вы разделились, когда стали детским урологом и взрослые. Это и болезни разные, и построение разное. То есть все полностью изменяется или это одно и то же? Нет, это совершенно тоже разные вещи. Опять же, детская урология это больше врожденная патология. Мы имеем дело, если мы говорим про урологию, то это гидронефрозы, рефлюксы, мегауретеры, клапаны задней уретры. Вот одно из врожденных заболеваний уретры. А как это получилось врожденной? То есть малыш пока формировался, да? Внутриутробно. Внутриутробного развития происходили какие-то осложнения, да? И потом это все отражается. Нарушение формирования системы. То есть от вас, от детского врача, от детского хирурга зависит наша взрослая жизнь, наша будущая, здоровая, счастливая жизнь. Именно так. Правильно? Да. И внутриутробно, когда, кстати, выполняют на сегодняшний день беременным женщинам скрининговые УЗИ во время беременности, просто профилактические, уже на этапе этих УЗИ можно выявить патологию. Патологию мочевой системы у ребенка. То есть это так. А на каком этапе она уже сформирована у ребеночка внутриутробно? Ну, примерно это какой месяц? Ну, ближе, наверное, уже к периоду формирования, да? Когда мы уже человечек имеем. Ну, где-то на 22-й неделе на скрининге уже видно расширение, например, тех же лоханок. И в зависимости от степени расширения можно предположить, что будет дальше. Ну, не то, что предположить, что будет дальше, а можно определить риски. И динамику наблюдения после рождения малыша. А вы наблюдаете, да, беременных женщин? Нет, я беременных не наблюдаю. Просто можете предугадать то, что было в анамнезе женщины. Да, и когда приходит ребеночек, например, мы ему выполнили УЗИ почек новорожденному ребенку и определили, например, расширение лоханочки. Тут будет очень важен именно вот этот анамнез уточнить у матери, определялось ли у нее такое расширение и сколько миллиметров оно было на этапе внутриутробного УЗИ. Ну, выполнение УЗИ, пока ребеночек развивался внутриутробно. Там тоже, да, есть свои нюансы. Свои нюансы. Как-то вот это все отследить? Это с опытом приходит? Знание, опыт? Потому что все еще такое маленькое, нежное. Вы знаете, опять же, если мы говорим про вот эти скрининговые УЗИ и динамику наблюдения и тактику ведения этих малышей, то у нас, естественно, были проведены исследования, по которым были разработаны протоколы ведения детей с такой патологией и динамикой наблюдения. То есть есть четкие показатели, по которым мы можем судить, что делать дальше. Отправлять в стационар, продолжать дальше наблюдать амбулаторно, проводить рентгенурологическое обследование ребенку. Скажите, пожалуйста, а вот это значит то, что происходит сейчас, ваш сегодняшний день, трудовой ваш день. Если углубиться в историю урологии, то прежде всего, насколько я помню, лечилась еще в древности, еще до нашей эры, вы назывались, позвольте так себе говорить, урологи, каменосеки. То есть специалист, человек, который вынимал камень из мочевого пузыря. Вот что это за болезнь? Это уже взрослая или у детей это тоже встречается? К сожалению, встречается и довольно часто. И наблюдают это в первую очередь нефрологи, опять же. А в дальнейшем, если образуются камни в уоханках и в мочевом пузыре, появляются эти камни, то этим занимаются урологи стационаров. Почему это происходит? Из-за метаболических нарушений, из-за нарушений фильтрации почек. То есть вот они фильтруют, фильтруют кровь. И что-то такое... И там выпадают в моче соли, кристаллы солей. Что-то лишнее, ненужное, да? Или где-то произошел этот сбой. Продукты метаболизма. Метаболизма. Да. И таким образом, да, потом при скоплении большого количества образуются эти камни. А это хирург уже удаляет? А потом уже хирург, да. И эта процедура достаточно болезненная? Как это происходит? Все зависит от размера, в том числе, камней, от их расположения. Потому что, опять же, в первую очередь стараемся полечить консервативно, если позволяет ситуация. Камни наблюдают, назначают консервативное лечение. А если в дальнейшем не происходит излечение и выхода этого камня самостоятельно, то тогда прибегают уже к дроблению камней. То есть камни, это только природа уже мочевого пузыря. Они образуются там, да, за счет вот... Нет, они могут образовываться и вот в этих самых чашечках, и в уоханочках почек. То есть вся урология, зона, которая входит в изучение, которую урология обхватывает, там везде может этот камень как излишний продукт образоваться. А чтобы вот предостеречь от этого несчастья, что нужно делать? Тоже нужно учитывать семейный анамнез, обязательно. Потому что если в семье у родителей, бабушек, дедушек, у кого-либо есть мочекаменная болезнь, и очень часто так и бывает, это носит наследственный характер заболевания. То есть это не приобретается, это вот... Чаще именно наследственный, да. И следует, опять же, наблюдаться у нефролога, сдавать периодически анализы мочи, выявлять наличие в них кристаллов солей, а в зависимости от вида этих кристаллов врач-нефролог назначает терапию. Или ограничение в диете. Ну и плюс, что очень важно, соблюдать питьевой режим. Потому что вот этим занимается мало кто. Ребенок может в течение дня вообще воду не пить. У нас есть определенные исследования домашние, когда родители занимаются тем, что записывают, сколько ребенок пьет, сколько ребенок писает, и записывают название напитка, который ребенок выпивал. И бывает такое, что приходят, а там воды нет вообще. То есть там будет молоко, октимель, кефир, но ни в коем случае один раз компотик и ни разу не вода. И вот с такими детьми в первую очередь следует работать по их питьевому режиму. Ну и с родителями тоже. А какое количество воды в норме должен пить ребеночек? Мы все считаем. Все считаем? Все считаем по определенным формулам. Если ребенку 5 лет, то он должен пить минимум 30 мл на килограмм, по килограммам. Ну и 10 кг ребенок висит, соответственно 300 мл. Да, но 5-10 кг это дети груднички. Там немножко мы не соблюдаем эти правила, потому что они получают и грудное молоко. Опять же сейчас есть педиатры, которые утверждают, что грудное молоко полностью заменяет воду. Но это не так. Да, кто-то утверждает, что нет. И минимальное количество жидкости все равно даже грудничку давать необходимо. То есть грудничок водичку тоже должен пить? Должен пить обязательно. Чтобы работали хорошо у него почки? Хотя бы немного, да. А вот да, если мы говорим о взрослых детях, то да, например, 20 кг, то я обычно рекомендую 700-1000 мл. Но у нас, конечно, считается урологов 30 мл на килограмм, а нефрологи при своих метаболических патологиях почек рекомендуют 50 мл на килограмм веса в сутки. Поэтому у них нормы немножко побольше, чем наши. Хорошо, спасибо большое за ценные советы. Будем прислушиваться, чтобы избегать вот этих всех неприятностей. Если мы их избежали в детстве, то и во взрослом уже организме, чтобы тоже у нас это все не коснулось. Да, полтора-два литра воды взрослому. А вы, наверное, беседуете, да, со всеми вашими детками? Да. Мальчиками? И с мальчиками, и с их родителями. Они всегда вместе на приеме. Когда мы рассказываем, мы сразу рассказываем обоим. Обоим. Вот это очень важно. И родителям, и детям. Мы с вами чуть-чуть коснулись истории, да, и можно поговорить об урологии, когда это вот начиналось, и даже вот об урологии в России очень интересно, о кафедрах. Детская урология, андрология, опять же, ею, конечно, занимались на кафедрах детской хирургии, на протяжении всей истории детской хирургии занимались отдельной детской урологией, андрологией, но такой специальности не было. А в 2003 году эта специальность появилась в нашей номенклатуре специальностей. Достаточно не так давно. Да, почти 20 лет назад. Около 20 лет. Около 20 лет назад. И основоположником детской урологии, андрологии в стране был профессор Тарусин Дмитрий Игоревич. Он провел диспансерные осмотры в трех округах Москвы среди 7-8 тысяч мальчиков и выявил, что в разных возрастных группах у всех мальчиков, ну не у всех, а в разных возрастных группах у третьих этих мальчиков имеется та или иная патология уроандрологическая. Ну его, конечно, больше интересовала именно андрологическая патология, это то, что мы видим на профилактических осмотрах, потому что урология это все-таки больше то, чем мы сталкиваемся в период новорожденности и первых трех лет жизни. А андрология это то, что можно выявить постепенно. И вот у третьих мальчиков была патология, он написал докторскую работу по данной теме, по данному исследованию и далее письмом в Министерство здравоохранения на основании его докторской работы была выделена такая специальность. И на сегодняшний день Дмитрий Игоревич активно работает именно по направлению детской андрологии, занимается исследованиями и просветительской работой. Так среди детишек, так и среди детских хирургов, потому что Дмитрий Игоревич читает лекции на курсах по детской урологии и андрологии, захватывая именно свою андрологическую тему. То есть урология, она, наверное, скорее всего, как родилась, уже была как взрослая и долго так существовала. И получается, что детская буквально возникла не так давно. Да, это андрология, наверное, больше все-таки к андрологии. То есть это позволило детским хирургам работать в одной области. В одной области. Быть более узкими специалистами. Хорошо. А какую-то свою операцию? Возможно, первую или, может быть, самую сложную, перед которой вы более, может быть, как-то волновались. Или нужно было решение, от которого зависело, можно сказать, дальнейшее качество жизни ребеночка. Был такой случай, случай спасения. Мы же говорим о привилегии помогать и спасать. Мы поговорили о привилегии помогать, а вот спасать. Вот история спасения у вас какая была? Спасение, наверное, будет яичка, ну, и как части организма. Вот. Всегда приходит, не бывает одинаковых, конечно, клинических случаев, не бывает одинаковых пациентов и жалоб. То есть жалоба может быть одна, а по факту все равно получается, что у каждого индивидуально какая-то проблема возникает. Каждая болезнь, как и наша судьба, она индивидуальна, да? То есть нет повторений? Нет, нет повторений, поэтому у нас нет никакой рутины. Как я считаю, что в медицине рутину быть не может. У нас всегда все разное и индивидуальное. Нечасто на профилактических осмотрах можно выявить различные заболевания детей. То есть они приходят совершенно здоровые, ни о чем не беспокоящиеся родители и дети. И тут во время осмотра доктор, то есть я начинаю что-то выявлять, отправляю ребенка на УЗИ, то есть выполняю это УЗИ, например, сама. И так случилось, что такое, опять же, бывает нечасто, но выявили образование яичка. И в дальнейшем, конечно, родители понимают, что это образование может быть и злокачественным. И тут начинается обследование. Обследование лабораторное, обследование, ну после УЗИ еще и МРТ исследования проводится. А в дальнейшем уже в зависимости от этих исследований необходимо решать о необходимости оперативного лечения и его объемах. И вот в этой ситуации мы пошли на оперативное лечение с интероперационной биопсией. То есть мы даем ребенку наркоз, выполняем операцию, доходим до яичка, иссякаем небольшой участочек данной опухоли и отправляем в лабораторию. И лаборатория в этот же момент, ну не в этот же момент, приходится чуть-чуть подождать, но сразу же интероперационно во время операции отвечает нам на вопрос. А уже даже в процессе операции становится известным. Да, злокачественное это образование или доброкачественное. Ну и в данной ситуации, слава богу, образование оказалось доброкачественным. Нам не пришлось удалять полностью орган мошонки, то есть там не только яичко, но и придаточек яичка. Не пришлось ничего удалять, а мы просто иссекли данное образование в пределах здоровых тканей. Также отправили на дальнейшее гистологическое исследование, ну и само яичко ушили, и оно осталось целым, здоровым. И по УЗИ в динамике, когда мы за ним наблюдали, никакого отличия от нетронутой здоровой стороны не было. То есть это чудо и спасение, то, что мальчик продолжит свою жизнь и будет полноценным, здоровым мужчиной. Правильно? Да. Да, это действительно прям... Ну это всегда очень волнительно, нервозно, особенно в операционной. От этого зависит вот качество жизни человеческого. Да, и самое главное, что здесь не только, получается, идет анатомическая проблема, да, но потом и социальная адаптация этого ребенка. Потому что чем младше ребенок, получается, тем дольше он будет жить с одним яичком, и его это будет беспокоить. Потому что именно протезирование яичка мы проводим, протезирование мошонки мы проводим обычно после 16 лет. То есть весь подростковый возраст, когда молодой ребенок, когда мальчик общается со сверстниками в этой социальной среде, да, они могут указывать ему на это, если увидят. А если они не увидят, то он будет ограничен и в спорте, и в общении с детьми другими, и не будет посещать ни бассейны, ни бани, ничего. Хорошо. Тогда о вашем месте сегодняшней работы. Это филиал израильского госпиталя Хадаса в Москве, да? Вот что это за такой инновационный медицинский центр в Сколково находится? Что там особенное? Ну, изначально Хадаса — это клиника, которая... Возникшая в Израиле, да? То есть это там ее родина. Да, родина там. Там. В той клинике более или около 100 лет. А наша клиника совсем молодая, ей 4 года. А педиатрическому отделению в этой клинике всего полтора-два года. То есть еще более молодое отделение, нежели сама клиника. И, конечно же, в первую очередь клиника была создана для того, чтобы оказывать полный цикл медицинской помощи онкобольным. А, профиль онкобольным. Да, в первую очередь. На сегодняшний день, конечно, в клинике занимаются и другими патологиями, не только онкологией. У нас полноценный клиникодиагностический центр, у нас полноценный госпиталь. На сегодняшний день строится и третий корпус, который будет оказывать палеотивную реабилитационную помощь пациентам. То есть это будут пациенты не только после онкологических заболеваний, но и после травмы, ортопедических других патологий. И после неврологических заболеваний. А мы, наше педиатрическое отделение, работает в рамках этого крупной многопрофильной клиники. И наш плюс в том, что у нас есть возможность быть всегда на связи с нашими израильскими коллегами, проводить как онлайн консилиумы, так и доктора приезжают к нам и консультируют очно наших пациентов, в том числе и детей. И вот если говорить об этом самом ребеночке с образованием яичка, то мы консультировались в онлайне с нашим израильским коллегой. То есть в Израиль теперь уже не обязательно ехать, все можно благодаря вашему филиалу в Москве, правильно? И вы там занимаетесь именно хирургией, детской хирургией, детский хирург-андролог. У вас там такая же и специальность, и такие же пациенты. Да, именно такие же, как и в городской клинике. А как вам попасть, если услышали вас, и где-то что-то такое подсказало, что нужно провериться и показаться, или действительно уже есть проявившаяся себя болезнь, как вам можно попасть? На самом деле все есть на сайте. Там есть номер телефона колл-центра, и колл-центр всегда поможет и подскажет, кому записаться. Может быть, человек будет думать, что нужно записаться к детскому хирургу, а кажется, что нужен детский травматолог-ортопед. Такое тоже бывает. И очень часто путают родители, к кому записываться. Так вот, на этапе колл-центра все могут подсказать и уточнить. Мы сами не занимаемся записью. Но организационной работы у нас тоже хватает, потому что, опять же, мы педиатрическое отделение молодое, и поэтому мы вместе с заведующим отделением занимаемся и организацией работы отделения. То есть практически начинали все с нуля. То есть и вы стояли у истоков, поэтому видели, как это все развивается. А в ваших списке регалий вашего статуса стоит еще детский хирург. То есть вы не только хирург, уролог, андролог, но и вообще хирург. То есть вы и общий хирург можете делать какие-то операции, правильно? Или все-таки это специализация, которая потом сфокусировалась именно в узкую специальность урологии, андрологии? На амбулаторном приеме, да, я принимаю и как детский хирург. То есть, опять же, это очень обширная, широкая специальность. Ординатуру я как раз заканчивала именно по детской хирургии. Два года обучения в детской больнице имени Филатова, на той самой кафедре детской хирургии. И потом уже выбрала как подспециальность именно детскую урологию, андрологию. Но специальности обе активные. Обе специальности активные. Женщина и хирург, совмещение несовместимого. Как вот это все у вас уложилось? Ну, то, что детский хирург, понятно. Любовь к детям, история, которая произошла в детстве. Но вот хирургии женщины. Как вы внутри себя это чувствуете? Наверное, я, наверное, скажу, что все зависит от темперамента и характера. Потому что я бы, наверное, не смогла бы быть специалистом терапевтического профиля. Тем же нефрологом. Я не очень терпеливая и хочу видеть результат своей работы довольно быстро. А это именно хирургия. И амбулаторная хирургия мне в этом плане нравится еще больше. Стационар одного дня хирургический, амбулаторная хирургия. Ребенок приходит, у него жалоба. Мы полечили. И в этот же день он уходит домой. Только уже без этого заболевания. То есть результат мы видим в этот же день. То есть хирургическое это значит что-то радикальное, резкое и быстрое. Когда ты лечишь, это долго. Возможно, даже всю жизнь. А всегда ли нужно проводить операцию? Были такие случаи, когда операция, собственно, не нужна? Вот как-то так вы сомневались и все-таки не провели операцию. Были такие случаи? Ну вот как раз тот случай про склеротрофический лихин и совместную работу с врачами-драматологами. Там не нужна была операция, хотя другой детский хирург, например, готов был взять. И с точки зрения хирурга я его понимаю. Есть на сегодняшний день довольно много заболеваний, из-за которых продолжаются споры о том, стоит оперировать или не стоит оперировать. Также у нас бывают споры со взрослыми урологами. Потому что, например, если мы говорим о простой кисте придатка яичка, то взрослые урологи считают, что их не нужно оперировать. А мы в детской хирургии, в детской урологии, андрологии имеем конкретные показатели, ориентируясь на которые мы можем назначить оперативное лечение. Но это размеры, большие размеры. И в зависимости от этого назначается лечение. Тоже варикоцеле, варикозное расширение вен левого яичка. Если раньше хирург, ставив диагноз лет 30 назад, на основании осмотра, поставив диагноз, можно было направить такого ребенка на оперативное лечение, то сегодня у нас есть после определенных исследований четкие показания, кого отправлять, кого не отправлять. И скажу так, что сегодня значительно реже детей с варикоцеле оперируются, нежели раньше. Потому что, опять же, есть четкие показатели по ультразвуковому исследованию, по лабораторным исследованиям, на основании которых мы можем дальше наблюдать ребенка и не назначать оперативное лечение. У нас вот сфера урологии, в которую вы нас погрузили, то, что это выделительная система, которая очень важна. О болезнях поговорили, даже о строении почек, о мочевом пузыре, который очень тоже красивый, как чаша, который наполняет жидкость. Это все природа уникальной художни, которая все это создала. И тем не менее, жанр нашей программы такой вот поёпик, то есть биографический жанр. Из детства ваше студенчество, работу. Движемся дальше к вашей мечте. Вот дальше, что вы для себя видите? Какая следующая ступенька, на которую вы будете всходить? Ну или ваша мечта? Сложный вопрос. Потому что, наверное, на сегодняшний день о будущем сложно задумываться по разным причинам. И на данный момент я работаю в частной клинике, где педиатрия только начинает развиваться. И, наверное, в ближайших планах это развитие как раз центра амбулаторной детской хирургии, где можно было бы оказывать помощь в рамках одного дня детишкам. Не только детский хирург и урокондролог, я имею в виду не только по моим специальностям, но создать такой педиатрический вот этот центр амбулаторной хирургии, чтобы там активно работали и врачи других специальностей. И детские гинекологи, и наши лор-доктора, да и терапевтического направления, возможно, пребывания детей в течение дня. Это много профильность такая, да? Да, много профильный центр. Были бы разные специалисты, чтобы не тратить время на вот эти вот круги, даже ада. Потому что ты лечишь сначала одно, потом другое. Ну и чтобы, например, диагностические процедуры у ребенка не растягивались на несколько дней, на несколько недель. А чтобы ребенок приходил, опять же, утром, мы бы ему проводили сразу несколько исследований, уточняли бы диагноз, ставили бы точку и отпускали бы. Ну или продолжали лечение. Потом я еще раз и говорю, что детская психика ведь она особо тонкая, особо такая еще вот подвижная. И здесь если что-то отпугнет или сделаешь какую-то ошибку и все, он может даже не пойти дальше к врачу. Здесь какой-то важный такой момент, должен быть сцепление и доверие у врача. И, наверное, когда много сразу специалистов, да, ты как бы выясняешь проблему, не затягивая шею. Не затягивая. Именно поэтому я люблю, мне нравится та идея, которую подал профессор Тарусин о том, что сам детский уролок-андролог должен выполнять УЗИ. И только чтобы не затягивать диагностику, да, чтобы не отправлять ребенка записываться на УЗИ. Иногда это бывает долго. Иногда родители не могут, откладывают эту процедуру на пару недель, как минимум. А так можно все сделать за один час. Удивительно. А это возможно? Возможно. Возможно. Конечно, возможно. При рациональной организации, как бы, рабочего дня, да, это все возможно. И к этому должны мы и стремиться. Да. А что бы вы пожелали деткам, которые, может быть, вас слушают или услышат еще, или вашим пациентам, которые были, или будут? Вот какой-то совет именно такому пласту детскому. Деткам, чтобы сказать деткам. Что бы вы пожелали и посоветовали сначала для профилактики вот нашим деткам? Главное здоровье, в первую очередь. Ну, а из советов, наверное, заботиться о себе, о своем правильном образе жизни и правильном питании в том числе. Ну, это такие сложные вопросы. Здесь нужно это все тонко понимать, обговаривать, и, наверное, индивидуально еще. Какие-то вот общие советы хотя бы. Вот просто как азбука. Все-таки она, наверное, существует именно для детей. Я бы родителям посоветовала бы. Посоветуйте родителям тогда, да. Я бы родителям посоветовала бы побольше внимания уделять детишкам и их потребностям. И не отворачиваться от детей. И не отворачиваться. Посещать врача, да, если есть какие-то сиктовы. И, конечно, само собой, заботиться даже о профилактических осмотрах, о чекапах, чтобы это было практически ежегодно. То есть все зависит от мамы, от родителей. Да. Если это правильно поставлен в семье вопрос, то и ребеночек будет правильно на это реагировать, вести и дальше вырастет. В том числе и психологическая подготовка ребенка к осмотру тоже все зависит от мамы. То есть внимание прежде всего от родителей, да? То есть ребенок это отражение, собственно, какой-то вот атмосферы в семье. И там должны быть эти правила быть показаны на личном примере, донесены, чтобы ни в коем случае это не было какой-то табулированной зоной. Стесняться этого, скажет, что ты там. Что это за глупость? Я не буду. И здесь, в общем-то, есть над чем постесняться и посмущаться. То есть этого не нужно. Да, но диалог между родителями и детьми это тоже отдельная большая тема. Вы занимаетесь этими вопросами? Конечно, да. Но опять же у нас, мы же разговариваем с родителями и с детьми на приеме. Мы стараемся, чтобы и родители поняли, на что обратить внимание, и чтобы ребенок не стеснялся по данным вопросам обращаться в первую очередь к родителю, чтобы потом уже родитель забил тревогу, возможно, и отправился на прием к доктору. А если есть более серьезные вопросы, то, конечно же, мы отправляем семью дальше к психологам, к психиатрам. Если этого требует того ситуации. А вот болезни, которые сейчас у детей, сегодняшний ребеночек, чаще всего с какой проблемой обращается к вам? Усложнились ли болезни в детской хирургии, в урологии, андрологии? С чем обращаются часто к вам? Что это за болезнь? На что обратить внимание тем же родителям? Вот мы советуем, а, собственно, на что обращать внимание? Часть амбулаторного приема, хирургического, как раз большую часть занимает детская урология. И часто родители приходят и жалуются, или же случайно во время приема также появляется, что у ребенка есть определенные нарушения с мочеиспусканием. Либо ребенок часто ходит писать в туалет, либо родители сами жалуются, что мой ребенок редко ходит писать. Или писает прерывисто. Очень долгое время не проводит в туалете, потому что не может начать писать. Все это относится к нарушениям мочеиспускания и требует, в первую очередь, диагностику, уточнение о дальнейшем лечении. Мочеиспускание — это первый такой колокольчик, сигнал, на который стоит обращать внимание. А в норме мочеиспускание должно быть до восьми раз. До семи раз. До семи, до восьми раз. То есть если дальше какие-то нарушения, это значит, уже все, пошли какие-то нарушения этой гормонии природы. Нарушения, да. Вот так назовем. Это болезнь, но какие-то нарушения. Здесь в первую очередь нужно еще оценивать и режим питьевой, потому что ребенок может пить, к слову, так образно, 3 литра воды и писать 10 раз в сутки. Это будет нормой для мочевого пузыря, но не нормой питьевого режима, например. И потребуется обследование, возможно, у эндокринолога. Возможно, ребенок будет пить 500 миллилитров, даже меньше нормы его по килограммам, а писать 15 и 25 раз в день. Тогда это будет уже патология мочевого пузыря. И опять же, УЗИ может не показать это. Анализ мочи может этого не показать. Тоже не показать. А именно домашняя работа родителей по записыванию всех показателей в течение 2-3 дней. Именно это и ответит на вопросы. И, наверное, так же и у взрослых все еще только более сложнее. Да, у взрослых то же самое. То есть эта проблема может, опять же, длиться с детства и сопровождать человека до его взрослой жизни. Спасибо вам большое за такой очень откровенный, искренний рассказ о том, как вы стали врачом, чем вы занимаетесь, какие, собственно, сожидают трудности. И что как важно подготовить ребеночка к приему, чтобы он этого не стеснялся. Еще вот буквально, начиная как бы ходить, первое слово, и должно быть у него уже сразу все функционировать как нужно. Чтобы он вырос здоровым, полноценным человеком. Особенно касается мальчиков. И чтобы быть полноценным, здоровым мужчиной. Этим вы и занимаетесь, правильно? Да, конечно. Анна Михайловна, спасибо вам большое, что вы пришли за ваш рассказ о вашей трогательной такой истории с болезнью вашего брата младшего, которая за счет того, что произошло это спасение, и это вывело вас на путь врача. И вы благодаря этому стали таким специалистом, который и помогает, и спасает. Вот эта миссия, которая зажглась, вы пронесли и несете. Спасибо вам большое за ваш визит, за то, что вы пришли и рассказали все это. Спасибо. И вам тоже здоровья. Спасибо большое. Взаимно.